Друзья, ну чё, Марчелл ТВ добрался до Сибири, конечно, в самые аномальные морозы. Тут же скач, вот мои бобровые перчаточки. Мы едем в Ергаке, в такой колок катать на снегоходах. У меня уже ноздри замерут. До связи. Вот так выглядят Саяны, когда уже забираешься чуть повыше от базы. Ну, прилично повыше. Парни там где-то, через кончики. Ну, очень красиво. Но, правда, очень холодно. Сейчас вообще по России какая-то аномальная... Аномальная какая-то погода стоит. Но терпимо, катать можно. Но без нормальной термухи, костюма и очков с подогревом тут делать нечего. Парни, решил остановиться и наглядно показать, что происходит с рацией, с костюмом в зоне перепада температур. То есть, снаружи у вас холодный воздух, дышите вы горячим. И у вас, получается, тангетка замерзает, забиваются вот эти канальчики, через которые вы слышите и вас могут плохо слышать. И, соответственно, замерзает полностью молния. То есть, вот ее продвинуть практически нереально. Ну, вот у нас опять неприятный случай с Паласом. Опять подвела свечка на маневре. Ванька, пошел елку обходить. Подводит у вас не находит? Нет, свечки, свечки, свечки. Может, свечи такие, может, масло, может, топливо, фиг его знает. Ну, короче говоря, вот уже третья... Правая свеча, походу, вот как литом повернется, правая свеча. А точно правая? Правая, да. Она, походу, его движение левое. Отец подсказывает правая. Ну, посмотрим, короче, сейчас будем выкапываться. Уже ближе за три. Олег, Владимир. Чеку, а этот, колпак. Колпачок скидывай и все, да. Вверх его так делай. И когда будешь затягивать свечу, ты ее сильно не тяни. То есть, притянул так и все, вот. Не надо ее до усрачки тянуть. Правильно, Ликонид? Да. Все. Так, это для тех, кто не знает, как выглядит снег. Так, это для тех, кто не знает, как выглядит снег. Короче, большая-большая поляна. Алейку, Владимир. Алейку, Владимир. Алейку, Владимир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну вот такие здесь просторы, красоты Друзья, это более-менее такая равнинная часть вергака Привет, это я Сегодня, видите, я в маске, пока Она не замерзла лишний раз Короче, ее не снимаю туда-сюда Сегодня мы выехали почему-то поздно Некоторые ребята Долго собирались Короче говоря, мы разделились Половина Половина поехала в одну сторону Половина в другую Так что не такой у нас денечек будет Больше, наверное, экскурсионный Друзья, ну вот так мы остановились Сейчас очищаем Короче, лед из движка вытаскиваем Из-под капота Кстати, хочу отметить Вот этот телефон, на который сейчас снимаю Какое-то время пролежал в снегу Я не знаю, микрофон работает Или не работает, не знаю, кричать Не кричать буду, но сам факт, что она работает Я не поехал, я оттуда ехал Всем привет Ну вот мы добрались до снега Кайфуем Откапываем снегоход Саня у нас ушел в яму Он в Ергак, сейчас минус 25 Ну, более-менее комфортно Спасательная операция Еще начнем вещать в Ергак Марчал ТВ Продолжаем смотреть Не, вот за эту Вверх тащите на себя ее Вытащите ее Раз, раз, раз Близко двух термусов Как газуин не поедет, давай Блакановский стоит Мы сейчас просто его чуть-чуть поддернем вверх И все Спасательная операция Саня шел по пухлячку И опаньки Словился Метра на три Да нет, Саня, не копай здесь Откопай, где она сама Все нормально Давай, заводи Возьмитесь за лужей А вон у нее, видишь, взял эти мои Саня, не она, ехать Слышь, ехать, Жека Давай, качнем Там вдвоем, ну, там по одному человеку на луке Там никак не станет Давай, Саня, бери Мне кажется, мамуля с храмулей Вы там мешать сейчас будете Стойте, стойте, стойте Мамуля с храмулей, вытащи его Стойте, маму, бля, вытащи Храмулей Саня, иди, иди встань туда Надо тянуть просто Просит, привяжите этот коротик Да вы что, прикалываете? Я только что убрал Да нет, затрону, что вы сделаете? Ну, дергать будет, что, бля Давайте вот так, два человека на эту лыжу встаньте Мы сейчас туда его чуть качнем Да хуле укачать, давай дергать Его надо выправить просто Он прямо У меня его поставить надо Вот на эту лыжу два человека Я замерз, Витя Вы его не достанете Всем привет, мы забрались на вершину Для нас это вершина Хотя и для всех вершина Вон там очень красивая скала Наши верные друзья Сегодня Дима с нами Олег Вадимович, Сан Саныч Жека с нами И Ванька где-то там Чеховским проходимцам привет Друзья, посмотрите, какие здесь красоты Посмотрите, просто фантастика Очень красиво Но солнце хорошо греет, очень сильно греет Слушай, смотри, а там еще какая-то база Смотри, там еще какая-то база Где? Вон Ну опять, наверное Нет, потому что Сколько метров, кто скажет? Над уровнем? Да Ну метров пятьсот, наверное Заведи бетки, посмотри Ты шестьсот или тысяч семьсот? Да ладно И пятьсот, чё? Говорю, у нас тысяч четыреста лет А почему мы не задыхаемся, как в Ганаке? Потому что там три Не, мы на две жили Тысяч семьсот, я посмотрю Тысяч семьсот метров Тысяч семьсот? Ну, а не сдавай Ну, а не сдавай Ну, заход Это за что-то обозначает уровень Надборим тысяч семьсот метров Это пик Ергак Нормально Ергак самый высокий тысяч семьсот с чем-то Мех, мех, тихо-член, иди сюда За тобой И снова здрасте Марчелл ТВ Из Ергак вещаем Ну, подходит Очередной день каталки К логическому завершению Потому что Сейчас уже где-то в районе Пяти-полшестого Солнышко начинает садиться И Морозец приличный Опускается Поэтому Я немножко отстал от группы Закопался И, видимо, то ли рация замерзла Видите, всё в обледенении Фух Сейчас пытаюсь пойти Найти последую Но, в принципе, дорогу Дорогу до базы знаю Сейчас не знаю Запись прервётся Не прервётся Потому что сейчас уже Где-то к двадцати К двадцати пяти К тридцати Поднимается Точнее, опускается температура И техника просто вырубается Чё-то так всё отлично Всё прикольно Насчёт очков Отдельный обзор, наверное, сниму Потому что Есть определённые тонкости И нюансы Которыми хочу поделиться И, наверное, в этой серии Вы ещё увидите Ну, такой Панорамный обзор Базы Ергаки Я вам расскажу Поподробнее Где, как, что лучше сделать Смотрите Марчелл ТВ А я поехал выбираться Сегодня мы едем В высечённом составе Вообще вдвоём Потому что Многие уехали в одну сторону Многие заболели И мы сегодня, короче Двоём с Димасом едем Сейчас заправимся И на пару часиков Попилим склоны Друзья Хотел с вами Поделиться Такой Штукой Называется Лайфхак, по-моему, да? Вот здесь Под коленями Теперь набиты У меня такие Пластиковые накладочки И с одной И с другой стороны Для чего они нужны? До этого Когда я катал Вот видите Вот они, трещинки Я прилетел Вот сюда коленями А у меня Ну, на коленнике То есть Они ломают этот пластик А здесь, соответственно Ребята В гараже Мне сделали Очень красиво Очень эстетично И я считаю, что Надеюсь, что Практично Да, она царапается, конечно Но Очень эффективно Вот старые трещинки А это вот новая Нормально Нормально Вообще, в целом Я доволен снегоходом Мне все говорят Что-то лопухи не снимешь Как лопух ездишь Но нормальненько пока Справляется Кофр тоже Самый большой Хотелось бы, конечно Еще чуть побольше А в целом Так Моделью Про РМК 18-го года Я доволен Так, что это у нас Трехдюймовка 160 Какая она тут? Пятая? Или 160 Здесь Дим 163 Да Здесь 163 Гусянка Волкера идут Стеклышко Я уже снял Что еще? Сумка под сиденье Тоже удобная Достаточно Что из поломок Уже было? А еще пока Ничего не было Кроме вот этого пластика Но Я уже заменил Нижние рычаги Поставил их металлические Алюминиевые Я снял Сделал первую ТОшку На 250 километрах Стоит она 3 рубля У официального дилера А Свечек только много Я менял Да Штук 10 Я точно 12 Поменял свечей Вот это Сеточки Не забываем чистить Забиваются На пике мощности Силу нам не дает Марчелло ТВ Ведет Как бы сказал Дядя Сережа Из-под купола Цирка Он сейчас хочет Одеть две пары очков Дядя Вить Как дела? Отлично А где ты сейчас был? В лесу был? Да В таком сильном лесу Я бы сказал Это не Это чистокол Я бы сказал А не лес Вот видите Выбрался А сейчас там Сидим ждем Мишу И Саню А так все В целом Дядя Сережа Замерз Вот Смотрите Привет Марчелло ТВ Ну Катаем 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 В лайт версии Сегодня на солнышке На термометре Аж 2 градуса тепла было А в тени Минус 35 Кто-то поехал на красное Кто-то остался в гостинице Мы с Димасиком Вырвались Попилить снежные склоны Правда Что-то я его не вижу Может где-то подзасел Поэтому Сейчас поедем его искать Надеюсь он в рации Что еще хочу сказать Ну конечно Показать вам виды Виды Это просто космос Это просто космос Снег Снега очень много То есть вот даже вот Здесь на холмах Снега метра 2,5 наверное есть Дима ушел в елке Говорит не хочу Чтоб ты меня больше снимал Дима вернись Где ты, Дима? Друзья, всем привет! Маршел ТВ Стою по центру базы Ергак И решил вам показать Где что здесь находится Так, значит Вот это у нас гостиница Backcountry Находится Вот это у нас гостиница Freeride Шашлычная Вон там юрта у нас Это у нас Аллигатор Официальный дилер Polaris Чуть-чуть туда правее У нас Сервис Снегоходов И хранения За этой гостиницей Там вот За этим зданием Там крыша виднеется Это гостиница Snowport И вот эта база Находится Где мы заправляемся Это база эвакуатора Там ремонт снегоходов Заправка Стоянка И хранение Вот сам центральный въезд То есть Как видите Она Не Большая Там дальше Находятся Домики Там массаж Баня Там можно Арендовать Вот за этими Как бы Строениями Сами домики Частные А вон Сам склон То есть Вы идете Вон туда По этой дорожке Там прокат Горнолыжки И так далее И тому подобное Так Рассказываю историю Как вы едете В Ергаке Короче говоря Покупайте билет Билет На На самолет Либо Аэрофлот Либо С-7 Летите До Абакана В Абакане Либо заранее Либо по приезду Берете машину В зависимости От количества Людей Группа Которая едет Либо Один Два Человек Либо Соответственно Больше Берете транспорт Говорите Что вам Нужна База Ергаке Это 200 километров Но так как Горная дорога Снежная дорога Едете От двух с половиной До трех с половиной Часов В зависимости От машины И От Погодных условий Но до Приезда На базу Ергаке Обязательно Надо позвонить И забронировать Номера Так как С номерами Здесь очень туго Всего три гостиницы Номера Бывают Раскуплены На 3-4 месяца Вперед В праздничные дни Тем более Приезжайте на базу Заселяйтесь Имейте ввиду Заселение Только с трех часов Поэтому Либо вы договариваетесь Заранее Либо Оплачиваете Предыдущий день Либо ждете Кукуете В гостишке Либо разгружаете Фуру Со своими снежниками Но короче Какое-то время Вам придется Покуковать Те кто На S7 Прилетели Дольше Потому что Он раньше Прилетает Те кто Прилетели На аэрофлоте Соответственно Чуть Меньше Чтобы скрасить Свой досуг Можно Не сразу На базу Ехать А можно Поехать На Шушунскую Шушунскую Да Вроде правильно Называется На ГЭС Посмотреть Значит Ее красоты Величие Мощь Спуститься ниже Там есть форелевая ферма Взять себе рыбку Какое-то время Скоротать Соответственно Дальше Что у нас Дальше Вы заселяетесь И первый день Либо едете катать Либо не едете катать По поводу проживания В стоимость Всегда включен завтрак Обед и ужин Соответственно Вы уже Там сами планируете Еще что-то Вспомню Соответственно Вам скажу Поехал катать Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так у нас происходит очистка подкапотного пространства на Polaris Сторона снегохода в районе ремня приводного А то забивается и к сожалению снежек не едет Сегодня светит яркое солнце, хоть и минус 25 Мои дорогие друзья, ну подходит к завершению еще один прекрасный день каталки Друзья, мы с Димкой сегодня несколько часиков проехали, несколько десятков километров Попилили для себя комфортные поляны, нам очень понравилось сегодня Думаю дальше наверное не имеет смысла снимать Эта серия наверное подходит к концу Марчелл ТВ прощается Димка прощается с вами Здесь очень было здорово В Ергаках приезжайте сюда Смотрите как тут красиво Девственная природа Россия матушка Ну и Димка Ну лучше не приезжайте, а то запилите все поляны перед нами Дима сказал не приезжайте Все, смотрим, подписываемся, комментируем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok